Доброе утро! Вчера забыла показать опять уведомление о том, что меня ждет письмо на почте. Что это может быть? Вообще, даже представить не могу. Сегодня очень холодно. Ночью обещают минус восемь, так что мы сейчас с Тимуром идем в сад. Вообще боюсь представить, что там сейчас на улице. Вот. Завтрак готов. Все готово. Кстати, в пять утра проснулась, чтобы приготовить Витальке обед с собой на работу. Потому что вчера легли где-то пол первого. Прям реально очень поздно. Вот. Так что, сегодня сразу после сада схожу на почту, получу письмо. И еще нужно будет сегодня, наверное, поехать за Ромкиными сапогами. Но даже не знаю, честно, как это. Вот холодно тащить ребенка. В общем, посмотрим. Так что вернусь после работы и уже поболтаем с вами. И пока наша мама нас не видит, давайте подсмотрим за ней, что она тут делает. Я отвечаю на комментарии. Ой. Наташ, как бы тебе так сказать, у меня для тебя хорошие новости, у меня для тебя письма. Танцуй. Я уже станцевала. Причем они почему-то открытые. Ну, естественно, я их уже открыла. На улице, в холодинах. Я, естественно, не дождалась дома. Все сужен, да-да. Я не дождалась дома. Я шла по улице, открывала их. У меня мерзли руки. Я сегодня не взяла с собой варежки. Я, кстати, хожу в варежках. Не в перчатках, а в варежках, которые связала мне мама. И Виталик тоже ходит в варежках, которые связала ему тоже моя мама. Ну что, как вы думаете? Три письма? О, вот, расскажу. На уведомлении, которое я получила, было написано... Давай начнем сначала. Мы вчера, получается, когда... Я это уже записала. А, да? Да. Я уже показала уведомление, которое я вам утром показала. Вот, там было написано мое имя и Витальке имя имя. Я сегодня прихожу на почту, мне отдают мое письмо и спрашивают, а письмо Виталя будете забирать? Я такая, да. Я не ожидала, что мне вот так вот разрешат забрать его письмо. Я не брала с собой его документы. Он ехал с работы. В итоге, там было его два письма. И еще женщина спросила такая, а он вам муж, да? Я такая, да. Ну все, как вам. Никаких документов, ничего не спросили. Но адрес просто один и тот же, поэтому отдали. Итак, начнем по порядку. В моем письме просьба донести информацию старосты, которую я вчера донесла. И новая дата рассмотрения моего дела. Сейчас покажу. Ну, в смысле скажу. Дата, 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 дата. До 28 января. Ну, как бы не радует. Но с другой стороны, я в принципе все принесла, почти все. Меня еще попросили подтвердения, оплачения, пшес, процедавцы, складок, за остатний окрас, РЦА, и мир. Ну, в общем, вот эти вот штуки. Так что я завтра скажу своему преподателю, и мне это предоставят, и еще раз придется доносить. Хотя я думала, уже все. Наташ, ну... Это ты. Это все ты, Виталий. Это мои пророческие слова. Я же тебе говорил, ты туда ходишь как на работу. Может быть, тебе и зарплата уже оттуда должна приходить. И открываю я первое письмо. И, в общем, вот такой вот... Сейчас. Где было первое письмо? Вот так вот сложенный листочек, и вижу букву Д. Ну, то есть не букву, а такой слог, написанный Д. Ну, естественно, написанный. Ага, то есть, получается, ты увидела первую букву не «нет» или там «отказать», да? А букву «Д». Разворачиваю. И что же я вижу? Ярослава Виталиевна. Ага. Думаю, ну здорово. Еще одно письмо. Открываю. Я даже уже не стала посмотреть. Я просто посмотрела, на какой срок. Кстати, на три года. И еще. Когда она выдано? Она выдано 23 октября. Это больше месяца назад. То есть, по факту, уже должна была прийти смс, а ее еще нет. Вот. Было бы, знаешь, как очень интересно, если бы мы пошли уже получать пластиковые карты, а они еще эти письма не пришли, и мы уже потом после получили бы ее. Были, были, были такие случаи. Но на самом деле, если так, то нам затянули уже нашу смс-ку. Наверное, я буду либо писать, либо звонить. Вот. На три года дали карту. Так ты же уже все равно пойдешь завтра. Не завтра. Мне же пока сделают эти документы. Наверное, в пятницу. А? Да. Вот. В общем, я очень рада, все, довольна, счастлива. И думаю, так, еще одно письмо. Подожди, 24 октября? 22. Это перед днем рождения. То есть, это за сколько же получается? Письмо дошло? Больше месяца? Нет, было принято решение. Меньше, чем за два месяца. Ой, чуть больше, чем за два месяца, но меньше трех. Ну, подожди. Первый раз я пошел документы отдавать в июле. Нет, в июле отправили документы по почте. ну вот, да. А пошел ты на отпечатки пальцев в августе. То есть, август, сентябрь, октябрь. Грубо говоря, меньше трех месяцев. Обалдеть. Да. И положительно... Люди по пять-шесть лет ждут. Ну, не прям... Ну, не, есть, есть случай такой, да, мы где-то читали. И открываю следующее письмо, и там сложенных два листочка. И я понимаю, что кто-то в пролете. И я уже поняла, кто. Потому что, естественно, это Тимур и Роман получили карты, а папа в пролете. Пока. Ну, либо его письмо просто не дошло еще. Наташ, а ты не боишься, что вот наши дети теперь позвонят куда-нибудь и скажут? В общем, у нас все документы в порядке, а вот наши родители... Нет, не боюсь. попросите их, пожалуйста, на выход с чемоданами. Вот. Вообще, сижу перед компьютером, я вспомнила, что скоро четвертое число, мне до четвертого числа нужно сделать контрольную работу по полицалке, я сижу сейчас, в общем, кофе уже готов, и буду сейчас... А я и вижу, да, как ты контрольную делаешь, открыла канал, там, что еще? Я отвечала на комментариях. Может, еще какие-то интересные вкладки открыты? На портал Libros, ну, детские, проверяла. Вот, вот, контрольная она делает. Ну, она еще не открыла, я сказала, я собралась, Глаз, да, глаз за тобой, Наташ, нужен. Как за романом, тут тоже постоянно отвлекается. Вот прям, да, сидеть и смотреть. Кстати, да, сейчас открою свою, свою косину, покажу вам. Пока ты открываешь, я расскажу немножечко о зиме, в Кракове, слушай, уже второй день мороз вот такой вот, причем, жуткий мороз, где-то до минус 4 доходит. И это очень холодно. Еще две работы, сделали, ну, назначили. Кошмар. Еще отправили тебе, что-то? сейчас одну надо сделать до 4-го анатомию, до 11-го тоже до 8-го нужна подстава прежтемб... преж... 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 бьор... преж... преж... бьор... Вот, и еще по анатомии, ой, и еще кошмар, еще одна. До десятого. Слушайте, четыре работы. А теоретичная подстава пеленгнования и выхования детска стоит пятерка. Ну, не шестерка, конечно, но пятерка. Да, я учусь хорошо. Да, скромно. На самом деле, очень легко учиться. Не пошла пока на курсы. Не хватает времени. В пятницу запишусь обязательно, до пятницы нужно записаться. А какие курсы? Танцы, шахматы, что там польского, да? Курсы польского языка по пятницам три или пять часов подряд. Я тоже хочу на курсы польского. Классно. Ну, давай я кручу, ты будешь тоже слушать. Да? Онлайн. Да, почему нет? А это бесплатно? Да. Ух ты, здорово. Да, это кость у нас. Ну, я подумаю. Подумай. Вот такие у нас новости, слушайте, но я реально в шоке. Я сейчас, чтобы не быть голословной, я скажу, какого числа была печать. Сейчас, минутку. Минутку, минутку. Наташ, ну мне, как, мне сейчас в магазин за шампанским бежать, что ли? Ну, вот Ромкин, например. Ромкина, Ромкина. А, ну вот, получается, 8.07 подали по почте, но целый месяц не было ни слуху, ни духу. Отпечатки сдали в августе. Получается, то есть, мы отправили дело, и все. Ну, документы, и тишина. И потом я уже писала им на почту, ну, что-то как-то вот долго, я жду. Ну, в смысле, я имени Виталика писала. И они буквально на следующий день позвонили нам, да, и через день, по-моему, пригласили на отпечатки. И вот мы в конце, по-моему, в конце августа едем. Я сейчас посмотрю. Не, не в конце. Сейчас тебе скажу, какого. 10 или 12 августа вы сдавали отпечатки пальцев. Вот так вот, чуть не обманула. Да, потому что я вспомнила, вам написано было, что 10 или 12 октября должна была быть уже децидия. Ну, она вот была 23. Так что очень быстро. Чуть больше двух месяцев. Ну, это, получается, подарок, наверное, детям вот сейчас к святому Николаю. Вот, так что вот, я в реальном шоке. Я довольна. Теперь хочу, чтобы и он тоже получил. Ну, а я как бы подожду. Ладно, чуть-чуть. А что будет, вот, представь, если дети получили, а мы нет? Ну, мне кажется, такого не может быть. Кстати, мы сейчас пытаемся разобраться, один у нас инспектор или нет. И такое ощущение, что разные инспектора у детей и у тебя. Я не знаю, как такое может быть. Ага. Да. Ну, в общем, как только получим децидию Витальки, я обязательно расскажу, один был инспектор или несколько. Так как только получим, уже чего там рассказывать? Ну, все равно интересно же. Вот, вот такие вот у нас новости последние. Ребят, все, я делаю контрольные. Виталик, наверное, чем-то тоже сейчас займется. Восемь часов. Восемь. В смысле, чем-то займется. Все, все, я пойду спать уже. А ты учись. Вот, а дети уже спят. Дети так устают. Грызи гранит науки. Игры, да. Вот так что вот так. Все, ладно, хорошо. Всем до завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.